Всем привет, вы на канале Убивай BPM и сегодня Рокет выложил свой клип на песню Money Flow, которая является одной из девяти песен на его будущем релизе Supreme Sphinx. И мы хотели рассказать и показать вам, что есть интересного в этом клипе. Поехали! За производство была ответственна компания Overcoil, которая уже работала над клипом Рокета для трека Солдат. Эти ребята неплохо сработали с Димой в творческом плане, ведь клип получился вполне в стилистике Рокета, спокойный и очень дороговыглядящий. В самой работе Money Flow Рокет повествует о повседневных вещах трэпера, про дорогие шмотки и наркотики, также про свое место в рэп-игре. Клип выполнил в черно-белом стиле и во многом продолжает стилистику предыдущей экранизации трека Инкассатор. Стилистика прослеживается не только в цвете, но еще и в ракурсах. Часто мы видим Рокета и его команду снизу вверх. Такое используется для того, чтобы показать превосходство исполнителя, в данном случае превосходство в рэп-игре. Виды, также кадры зданий в четких геометрических формах. Это придает клипу тот спокойный вайб, который сам Рокет воссоздает на своем треке. Во многом есть и смысловое продолжение. В клипе Инкассатор Рокет забирает деньги, собственно делает то, чем и занимаются настоящие инкассаторы. А в клипе Манифлоу эти деньги уже у него, и он ими пользуется и сорит направо и налево. В клипе мы видим четыре локации. Магазин одежды, где происходит, так сказать, главный флекс всего трека. Затем фотостудия, где Рокет фотографируется для своего промо. Кстати, данная фотография теперь находится на аватарке его паблика ВКонтакте. Далее какой-то бар. И, наконец, улица, геометрические формы, о которых мы говорили ранее. Давайте же поговорим о людях, которые мы видим в клипе. Тут для нас есть весьма интересные вещи. В первую очередь мы видим Лидрак Хилла, рэпера и друга Рокета, который делает вместе с ним музло вот уже долгое время. Настоящее имя Михаил Струев родился 21 ноября 2000 года. Очень юный и талантливый исполнитель разных жанров музыки, уделяющий особое внимание подаче своего материала слушателям. Начал свое продвижение весной 2016 года. Первый никнейм исполнителя был Купи. Отмечался на треках у исполнителя Будда Куш. И вот в мае он выпускает первый сольный трек на своем втором никнейме под названием «Только так». А спустя несколько композиций и пьем «Драгстор». Далее мы видим фреско Альберта Козарова, битмейкера, продюсера и исполнителя, бывшего участника творческого объединения «Баунд». Именно он стал саунд-продюсером данного трека, и мы слышим в начале его знаменитый войс-тек «Фреско выше, чем ты думал». Кстати, фреско теперь не только саунд-продюсер. С недавних пор он начал читать рэп. Пью много воды, я обезбожен. Сколько пальц курил, я обезболен. Музыка внутри, мячу в иконы. Ною, пишет звук, я не наемник. Кроме самого Рокета, там еще и си-шоу «Биз Шкул». Московский рэп-исполнитель, в прошлом менеджер Рокета, дебютировал в качестве гостя на треке «Айс». Достаточно примечательно, что в клипе не присутствует Марка Найн, который постоянно появляется в экранизациях треков Рокета. Ходят слухи, что ребята поссорились, и теперь Марка станет вторым после Офми, кто уйдет из объединения Баунт. Возможно, это только слухи, но на релизе «Суприм Сфинкс» совершенно точно не будет фита с ним, и его самого нет в клипе. Посмотрим, возможно, ситуация прояснится. А мне ведь так говорит твоя хоккей, ноу-кэпы по ебалу к лэпу мы делаем трэп, мы не делаем шла. Многие услышали в данном отрывке отсылку на трек рэпера «Обладает» «Ноу Кэп». Обладает российский рэп-играйм-исполнитель, родом из Иркутска, выстреливший своим дебютным релизом «Хоум Ран Эпи» и ремиксом на трек Дрейка «Ноль Ту Сто». Участник первого российского грайм-клэша, в котором сразился против Рэдо. Также участвовал в проекте «Бит Вайпс» на MTV Russia, выпустил три капсульных коллекции совместно с интернет-магазином уличной моды «Ларус». 10 мая 2016 года выпустил альбом «Дабл Тэп», который достиг третьего места в российском iTunes. Не стоит также забывать про его хайповую пластинку «Айскрим», которая также заставила говорить об «Обладает» как о серьезном артисте. Возможно, и это тоже предположение, Рокету может чем-то не понравиться обла, но пока что он уделил этому всего лишь одну строчку. В конце клипа мы также видим информацию о будущем релизе. На фитах будут шоу «Би Скул», «Фреско» и «Лидрок Хилл». Марка Найн среди этих гостей не ожидается. Все записано, как полагается наш «Мани Саунд», а сам релиз выйдет 1 мая, чего же мы все непременно ждем. А что интересного в новом клипе Рокета заметили вы? Пишите свои варианты в комментариях. Лайк, подписка, колокольчик и ссылки на все мои социальные сети будут в описании под этим видео. Ну а меня зовут Дмитрий Толщенов, вы были на канале «Убивай БПМ». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok